МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вызывающее поведение наших земляков в метро. Почему нужно осуждать подобные инциденты и как при этом не переводить конфликт в национальную плоскость? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На полях из-за дождя гибнут посевы и портится урожай. Дело может дойти до ЧС. Пятый раз выиграл чемпионат мира. Как ждали победу Абдурашида Садулаева и ликовали на родине, расскажем в спортивном блоке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пчелах можно спать. Для чего и зачем? Смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это итоги недели на ННТ. Студия Тимарханапова. На неделе инцидент с участием молодых людей из Дагестана взорвал российское информационное пули. Напомним, трое уроженцев в нашей республике избили парня в московском метро. Правонарушители задержали. Дагестан дружно осудил недостойное поведение земляков. Муфтиат выразил и свою точку зрения. Подробнее в нашем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удары руками и ногами жителя Москвы Романа Ковалева жестоко избили дагестанцы. Нападавших было трое. Послам очевидцев молодые парни зашли в метро и начали там буйствовать, приставать к девушкам. Единственный человек, который попытался остановить их, подвергся нападению. На электрозаводской вагон валились, ну, с криками в нетрезвом виде. Вот, три молодых человека, они вели себя очень агрессивно и стали приставать к пассажирам. То есть, изгонять женщин с мест, да, что кто тут, ну, друг к другу обращает, что ты хочешь посидеть, давай там изгонять девчонок с мест, ну, ко всем девчонкам приставать, вот так прям в глаза им, ну, короче, лезть, вот. После инцидента молодые ребята из Дагестана попытались скрыться, но полиция очень скоро с помощью камер видеонаблюдения задержала преступников. Им оказались Магома, Алихан Магомедов, Ибрагим Усаллаев и Гасан Залибеков. А ранее судимы. Драчины сознались с Садеяном. Вину свою признаешь? Вину признаюсь. С Садеяну раскаиваешься? Раскаиваюсь. Что были задержаны? За драку. Вы какое участие принимали в драку? Не отпускал людей ради их безопасности, чтобы они тоже не пострадали. Вы какого участия принимали в драке? Пытался раздать. Раскаиваюсь с Садеяном. Да. Избитый Роман с различными травмами доставлен в больницу. У него разбит нос, поврежден глаз. В соцсетях ему выражают поддержку, в том числе дагестанцы. Муфтеатр республики строго осудил аморальное поведение своих соотечественников. Дагестан всегда воспитывал своих сыновей людьми, которые защищают женщин, защищают слабых, не проявляют форму насилия по отношению к слабому человеку. И здесь, вместо того, чтобы защитить, вместо того, чтобы поблагодарить человека, который заступился за девушку, они показали себя людьми, которые несут в себе агрессию и насилие. Такое самоуправство, такой поступок, он не соответствует никакому кодексу морали, чести, не только дагестанца, кавказца. В настоящее время нападавших заключили под стражу сроком на два месяца до вынесения окончательного приговора. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство и применение насилия против представителей власти». «Уже на протяжении не одного десятка лет муфтият проводит самый большой упор, акцент на воспитание нравственной части нашей молодежи. Это заложено и в проповедях наших имамов, и на встречах, определенных лекциях со студентами. И очень неприятно слышать, когда такую большую работу проводит муфтият, и некоторые люди делают подобные аморальные поступки, которые оставляют опечаток на всю республику». В Махачкале прошли рейды по местам торговли опасных табачных смесей «СНЮС». В ходе совместных мероприятий депутаты горсобраний и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели контрольные закупки. Рейды показали, что в большинстве случаев предприниматели, не задумываясь, продают жевательный табак. После разъяснительных бесед продавцы уничтожили опасный товар добровольно. Оплатить проезд в маршрутных такси теперь можно картой. Накануне в Махачкале состоялась презентация пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты. На 16 транспортных средствах уже установлено специальное оборудование. Теперь пассажиры сэкономят время и деньги и смогут уменьшить количество контактов в целях санитарной безопасности. Мы сейчас проводим активную работу с представителями рынков. Мы встречались и с управляющими наших самых крупных рынков. После этого были организованы встречи у нас и с представителями уже самих предпринимателями самих этих рынков. Взаимопонимание у нас есть. На данный момент сказать, что у нас вот прям вот пошла подвижка такая и везде установлены терминалы, пока это сказать не могу. Но понимание со стороны бизнеса мы почувствовали. Установленное оборудование позволит пассажирам оплачивать проезд по безналичной системе, касанием картой, гаджетом и смарт-часами. В то же время стоит отметить, что наличная оплата в общественном транспорте будет функционировать. Ранее данная практика была внедрена по маршруту Махачкала-Каспийск. Дожди продолжают наносить ущербы в разных районах республики. Так, в Сулеймонстальском районе произошел крупный оползень, в результате чего разрушилась автодорога местного значения Касумкент-Цмур. Протяженность повреждения составляет более 250 метров. Эта дорога ведет к четырем населенным пунктам Цмур, Качалкент, Хпюк и Ичин. А вот в Гунибе из-за непогоды разрушилась часть стены, которая ведет от ворот Шамилевские к Верхнему Гунибу. Последствия проливных дождей коснулись и сельского хозяйства. Из-за непогоды уже созревшие грозди лопаются от переизбытка влаги и начинают гнить. В настоящее время в республике неубранными остаются около 5000 гектаров. Министерство сельского хозяйства просит объявить чрезвычайную ситуацию. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сейчас самый разгар сбора урожая солнечной ягоды. Но непогода внесла свои коррективы. Фермеры бьют тревогу, плантации затоплены, виноград портится. Есть угроза снижения урожайности на более чем 20%. Возможности огромные здесь, в Дербинском районе. Только, ну что сейчас дождь, никто здесь, конечно, не виноват. Вот здесь, в Савсору. Вот она гниет, которая здесь лопает. Ну, конечно, будет. В общем, уже 15 дней 10-15 дождей. Сейчас в Дербинском районе мобилизовали силы для экстренного сбора винограда. Помимо работников сельхозпредприятий, к делу привлекли свыше 500 студентов колледжей. Еще остается собрать более 30 тысяч тонн винограда. Таких тоже у нас 70 гектаров. Это-то не беспокоимся. Погода, если восстанавливается, мы соберем. Так что, ну, жаловаться кому-то там этот говорить нельзя. Это природой спорит. 600, 500-600 тонн в день собираем, а что надо делать? По программе мы должны были закончить. Спасибо, я хочу выразить благодарность и рабочему классу, всем-всем, кто вот был заинтересован в нашей работе. Плантации осмотрели представители власти. По данным экспертов, не убранными остаются 3000 гектаров виноградника в Дербинском районе, 1000 гектаров в Каекенском районе и около 400 гектаров в Табасаранском. Масштабы ущерба предстоит оценить. В настоящее время местные республиканские власти приступили к подготовке документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации. Батиман Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дербинский район. Непогода привела к тому, что ирисовые чеки полегли, что усложняет сбор урожая. Состояние посева изучили представители власти. Делегация побывала на полях рисоводческих предприятий, расположенных на территории Кизлярского и Тарумовского районов. Необходимо сегодня уже немедленно запустить все сушилки, которые находятся на территории Кизлярского района. Сушилки тоже будут работать в круглосуточном резиме. Конечно, здесь необходимо констатировать факт. Мы находимся на поле. С этого поля мы ожидали урожайность 80 центнеров. Сегодня практически здесь с этого поля можно будет собрать только 20-25 тысяч центнеров. Потому что идет осыпание риса. Потом здесь уже, где в волках скошение, он находится тоже, уже снизу он начинает тоже портиться. Правительство Республики разрабатывает план мероприятий по выходу из ситуации. Окажут ли власти Дагестана поддержку пострадавшим аграриям? Как оценивается ущерб? И будет ли в связи с этим дефицит на прилавках Дагестана? Эти и другие вопросы сегодня будем обсуждать с первым заместителем министра сельского хозяйства Дагестана Шариповым Шарипом Исмаиловичем. Здравствуйте, Шарипы Исмаиловичи. Мы знаем, что эта неделя у вас была достаточно насыщенная. Проблемы с виноградом из-за дождей, зерновыми культурами. Вот расскажите, пожалуйста, какая ситуация на данный момент? Вы объездили эти проблемные точки. Что вы скажете? Ну, этот год в сентябре-октябре выдался очень дождливым. Достаточно сказать, в сентябре этого года в том же Кизлярском районе, где размещено большая часть риса, выпало 3,3 раза больше, чем от средней многолетней нормы и 33 раза больше, чем было в прошлом году в сентябре. За одну неделю октября практически среднемесячная норма выпала. Такая же ситуация в Бабы-Юртовском, Ахасы-Юртовском, Дербенском районе. Почти трехмесячная норма за месяц. И это, естественно, а ведь в сентябре это время уборки урожая. А для Дагестана это наши коронные культуры виноград и рис, уборка которых как раз попадает в эти месяцы. Мы рассчитываем убрать в сентябре и в октябре. Но теперь эта погода внесла серьезные коррективы наши планы. Дожди, можно сказать, не в тот период начали лить? Да, именно не в тот период. Но для других отраслей, допустим, для того же животноводца в северной зоне, это Ногайском районе, Кочубейской зоне, у нас выпало 2-3 раза больше, чем в прошлом году от средней многолетней нормы. И сегодня, проехав по этим районам, наши пастбищи лет 30 наши животноводы не видели такого травостоя. То есть нам будет уже зиму, мы, надеемся, пройдем без потерь. В прошлом году вообще не было травостоя. Мы с сентября начали кормить, расходовать сено, чтобы было припасено на зиму. Но сегодня у нас головная боль, как убрать виноград. Это у нас около 7 тысяч. В Дагестане к уборке 22,5 тысячи гектаров виноградников. Нам убрали 66%, осталось убрать 7 тысяч гектаров. Из них 2 тысячи лишних подсобных хозяйствах, 5 тысяч это в товарном секторе, из которых 3 тысячи в Дербенском районе. Это главная территория выращивания винограда. Это и тысячи в Кайкенском районе, несколько сотен в Табасаранском и ради других южных районах. Тут, наверное, важно отметить, что проблема не только с уборкой, но и с урожайностью складывается, то есть уменьшается, наверное. Абсолютно. Мы в этом году рассчитывали, министерство сельского хозяйства рассчитывало превзойти результат прошлого года. А вы знаете, в прошлом году мы собрали риса 111 тысяч тонн. В истории риса сеяния Дагестана такого показателя не было. Если бы не дожди, вы бы смогли, то есть какие у вас были... У нас планы были в этом году риса собрать не менее 120-125 тысяч тонн. Это рекорд всех времен. А по винограду тоже вы знаете, в прошлом году мы собрали 209 тысяч тонн. Обогнали Краснодарский край. Сегодня мы имеем 165 тысяч тонн винограда, где-то на кустах 50-60 тысяч. Если нам в ближайшее время погода позволит, да, вот знаете, вот особенность и вред. Много влаги, это начинает поступать виноградин и ягоду влага, они лопатся. А там, где лопается уже гнил и разные грибковые заболевания, зайти в поле, защитить невозможно, тем более перед самой уборкой. Тут, естественно, возникают вопросы качества. И поэтому виноградаре в тревоге. Такого затопа на виноградниках не было. А переработать их тоже нельзя? Ну, при определенных условиях сложно. Ведь виноград для переработки нужно бывать в определенные часы, а какое-то в ночное время, когда после того, как сошла роса, температура средняя должна быть там 18-21 градус. Это ведь целая наука убрать виноград. Естественно, там для премиальных переработок возникают вопросы. И если одна ягода начинает гнить, она же ведь сразу распространяется на всю гроздь. Министерство сельского хозяйства совместно с администрациями Дербенского, Кайкенского и ряда других районов предприняли меры мобилизовать. Ведь сегодня просто даром никого не выводим, потому что все вокруг уже оно имеет собственника. Соответственно, попросило поднять цену за килограмм собранного винограда. Начинали 2 рубля, 3, 4, а в каких-то уже и 5 рублей дают за килограмм. Есть возможность подзаработать работникам бюджетных учреждений, работникам колледжей, что размещены в Дербенте. Мы проработали этот вопрос с Министерством образования и науки. Понимание есть. Дополнительно готово сегодня более тысячи человек выйти, чтобы ускоренно собрать виноград, который мы сегодня имеем. Ведь получить продукцию это очень тяжело, там огромные затраты. А рис, вот допустим, сравнить гектар от обработки почвы до уборки от 45 до 70 тысяч рублей уходит, в то время как зерновые, пшеница, азимая 15-20 тысяч. А по рису у нас мы убрали всего около 5 тысяч гектаров из 26 тысяч. Побывали вчера, побывали позавчера еще в тех районах, в таком, в некоторых хозяйствах риск как будто припечатан к земле. Его оттуда уже начинает прорастать, уже прорастать начинает. Ведь в комбайны не могут войти. Мы в этом году подготовили и привлекли ряд с ряда регионов, около 20 рисоуборочных комбайнов. Войти не могут. Если, к примеру, вчера три дня убирал один чек, это три гектара, в то время как при прочих средних условиях один комбайн может три чека убрать, если все благоприятно складывается. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства вместе с администрациями районов с рисоводами проработали, будем работать ночную смену, там где нет росы. Потому что подключили все сушилки, рис будет поступать очень влажный, 22%. А некоторым придется несколько раз через сушилки пропускать, потому что не совсем современные, они на 1,5-2,5% могут за один проход. Это дополнительные затраты ложатся на аграрию, энергии, это рабочие силы. Но время мобилизоваться. И такую задачу мобилизоваться и организованности мы сумели. Мы в Министерстве сельского хозяйства создали оперативный штаб, возглавляю который я, по оперативному реагированию на поступающие сигналы, отслеживаем конкретно в каждом хозяйстве, что происходит. Сегодня уже в ряде рисоводческих хозяйств вышли комбайны с регионами юга страны. Тоже мы прорабатываем возможность переброски в Дагестан рисоуборочных комбайнов. У нас 153 комбайна задействовано, из них около 20 привлеченных. Поэтому нам где-то мы просчитали, если погода будет благоприятна, без дождей нужно 45-50 дней. А ведь мы знаем дожди, после дождя 2-3 дня трудно выйти. Поэтому такой режим мобилизации объявлен нами в этих условиях. Ищем формы, как поддержать. Вы, описывая всю эту ситуацию, сказали о том, что, я имею в виду в соцсетях ваших официальных, о том, что вы планируете все-таки предложить власти региона, чтобы объявили ЧАЭС. Вот чрезвычайная ситуация по республике Дагестан в общем нам понятна. А что значит чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве и что она предполагает? Это означает, это просто так объявить тоже невозможно. Есть определенные критерии, которым должны соответствовать те или иные неблагоприятные погодные условия. Мы сегодня с экспертами изучаем, под какой из них. Это означает объявление, это возможность в том числе получить возмещение по тем или иным нанесенного ущерба по тем или иным позициям. Поэтому мы в рамках, есть понимание у МЧС, есть понимание у других структур. Такая задача поставлена, оценить, выявить. Сегодня эксперты, работники министерства выезжают по районам, изучаем, взвешиваем, чтобы можно было оперативно представить такие предложения правительству республики, руководству республики для принятия мер. Мы параллельно ищем, как смягчить, как в части продления, вот у нас сегодня проблема, низкий уровень обеспеченности техники в рисоводстве. У нас при норме на один зерноуборочный комбайн 100 гектаров, 250, 2,5 раза не хватает техники. Соответственно, формы стимулирования, чтобы мы могли, хозяйство могли приобретать. Есть такое понимание правительства, и министерству дано поручение оперативно проработать. Те, у кого на лизинговой основе техники, могли, чтобы, например, продлить оплату сроки лизинга, эти формы. Но с другой стороны, мы сегодня с аграриями, министерство сельского хозяйства говорит, надо больше акцента над технологией. Ведь сельское хозяйство — это рискованная сфера деятельности, тем более для Дагестана. Это зона рискованного земледелия практически во всех районах, и тут нужно уметь маневрировать. Технологии, сорта, значит, надо выбирать устойчивый к полигонию того же риса, ранний, и, соответственно, выстроить работу организованно, чтобы каждый погожий час использовать. Это тоже сигнал, это тоже урок. Мы, как пример, в прошлом году, вы знаете, какая зимовка сложная была, сделали выводы, министерство сельского хозяйства сумело совместно с администрациями, переформатировать. Мы в этом году уже более организованно подошли к зимовке скота. И сегодня вот эта непогода внесла определенные коррективы, перегон. Ведь начинается массовый перегон и застало многих расплох. Где-то дороги смыло, снег выпал, и тут в таком напряженном режиме главный аграрный штаб республики работает. Спасибо аграриям, которые несут основную ношу, руки не опускают и ищут формы. И мы сегодня говорим, эти испытания, они дают нам в том числе возможность мобилизоваться, сделать выводы и адаптировать свою технологию именно к таким условиям. Вот что касается аграриям, ущерб-то в основном нанесен им, можно так сказать. Вопрос такой, вот как вы просчитываете этот ущерб и есть ли какие-то возможности им их возместить? Мы сегодня, ущерб безусловно есть. Мы вчера имели возможность на рисе. Сегодня уже идет полег почти на 60-70 процентах полегания отмечается. Это означает, начинает прорастать. В воде находится производительность комбайна упала в три раза. Это означает, качество будет ниже. Ведь многие рисоводы, большинство семена на следующий год тоже готовят из этого самых лучших посевов. Возникает необходимость приобретения, в том числе на стороне семенного на следующий год. Поэтому мы сегодня в разрезе каждого хозяйства, пока рано какой будет ущерб. Мы сегодня, условия действительно очень сложные, в сложных условиях проходят. И мы оцениваем по каждому хозяйству, по каждому полю, какие могут возникнуть снижения урожайности, снижения валового сбора. И чтобы можно было уже проработать меры, в какой форме что получить. Но тут тоже опять есть инструмент такой, как страхование. Сельское хозяйство, рискованный бизнес, надо страховать. Мы впервые в прошлом году сумели призвать наших ряд аграриев, это около 10 хозяйств, страховаться. У нас вот этот институт страхования, агро-страхования очень слабо развивается, но мы видим, иначе нельзя. Если имеешь заключение договор с соответствующей страховой компанией, наступает страховой случай, ты получаешь возмещение. Поэтому сегодня не пожалеть эти 250-300 рублей на гектар зерновых, чтобы когда возникает такой момент, к тебе на помощь пришла страховая компания. Бюджет субсидируется почти 70% затрат хозяйств на страховые выплаты. В регионах России сегодня имеет настоящий бум от этого аграрного страхования, и мы призываем наше хозяйство идти по тому русло, где... Вот в прошлом году, когда была ситуация с теплицами, вот им говорили, если бы вы были застрахованы, вы могли бы возместить, но владельцы этих тепличных хозяйств заявили о том, что вот негде, нет таких компаний, якобы... У нас сегодня есть несколько, да, их тоже не хватает. Есть у нас ряд компаний, филиалов, федеральных компаний, которые работают. Правительствам поставлена задача, чтобы расширить круг присутствия на территории республики таких устойчивых компаний и усилить работу с хозяйствами. Ведь многие проблемы в коммуникации разъясняют выгоды, разъясняют пользу страхования. Поэтому такую работу сегодня Министерство сельского хозяйства по всем направлениям активно проводит. Ну и последний вопрос. Будут ли какие-то проблемы у нас на прилавках, может, дефицит каких-то продуктов в связи с этим? Вы знаете, нет, сегодня мы видим основная продукция, основной урожай практически убран. Поэтому Дагестан, себя, рис на человека требуется где-то 7 килограммов рисовой крупы. Мы уже начали активно и на экспорт, и в России любят наш рис. Этот сорт длиннозерного, удлиненного, только у нас он, возможно, в наших климатических условиях. Поэтому сегодня риск дефицита снижения существенного объема не отмечается. Об этом же говорят те же индексы цен. В этом году в целом в мире продовольствие выросло, но в России заметно ниже. Поэтому Министерство сельского хозяйства тоже отслеживает ситуацию с динамикой цен и объемов поставок, тут угрозы нет. Нам сегодня нужно вот эти две позиции убрать и вовремя провести азимий сел. Потому что по рису после его уборки мы должны подготовить почву и азимий сел. Несколько сдвигается. Ведь одна проблема вызывает череду других. Это требует большей организованности, требует вовлеченности. И такую сегодня задачу перед нами стоит. Мы эту работу сегодня стараемся не подвести и выполнить эту задачу. На этой ноте, наверное, мы завершили. Спасибо вам. Спасибо огромное. Три золота и одно серебро с таким багажом из норвежского осла на родину вернулись дагестанские борьцы-вольники. В составе сборной России награды высшей пробы завоевали Апазгаджи Магомедов, Загир Шахиев и Абдурашид Садулаев. На выходе чемпионов ждали около сотни преданных болельщиков. Это родные, тренеры и друзья. Домой не прилетел только Абдурашид Садулаев. Однако за трансляцией из Осла финала Садулаев-Снайдер в России следили десятки тысяч человек. Самые преданные болельщики в родном Дагестане. В спортшколе Абдурашида Садулаева победы любимого борца ждали около сотни юных вольников. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Вот так юные болельщики реагируют на каждое удачное действие своего любимца. Абдурашид Садулаев уже в четвертый раз встречается с Кайлом Снайдером. Сомнений в победе ни у кого нет, но градус напряжения высок. В атаку танк пошел во втором периоде. При счете 6-0 зал буквально взорвался овациями. Вместе с молодыми борцами за схваткой следил и двукратный чемпион мира Магомед Расул Газим Агамедов. Блестяще, что можно сказать, вы сами увидели, да. Как говорится, Расшир в такой форме на голову выше. После Олимпиады же у него особо тренировок не было. На последних сборах, можно сказать, только тренировался. И вы сами увидели, как он выступил. Очень хорошо выступил, обрадовал всех нас. Мы очень рады, да. Каждая победа с Адулаево вдохновляет юных вольников. Еще больший стимул для детей – его присутствие в зале. Находясь в Махачкале, лучший борец современности тренируется наравне со всеми. Проводит здесь мастер-классы. Болели все дети. Которые четырех часов тренируются, дети остались. У меня эту схватку посмотреть. Очень красивую борьбу показал. Мы гордимся. Честно сказать, мы даже уже не берем детей. Как замдиректора не доставать здесь сутками, толпами приходим. Уже переполнился. Рашид это слышит. Вместе с Дагестан, наверное, болеет за Рашидом. После финального свистка болельщики обмениваются поздравлениями. Тренировка уже давно завершена. Но успех земляка вызвал у ребят прилив энергии и подъем духа. Курбан Рагимов, Тагир Багамедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем канале. С вами была Патемат Ханапова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин